МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, окунемся с вами в водоворот самых интересных культурных событий нашего города. Сегодня, когда погода за окном пока еще не позволяет нам проводить время на свежем воздухе, мы с еще большим нетерпением ждем премьер киноновинок. Помпей. Этот грандиозный, долгожданный и невероятно красивый фильм-катастрофа вышел в прокат 20 февраля. Ну, а кинотеатр «Пять звезд» подарил рязанцам возможность увидеть его на сутки раньше. Предпремьерный показ долгожданного фильма «Помпея» «Кинотеатр «Пять звезд» превратил в настоящий праздник». Организаторы подошли к этому событию основательно из фантазии. Фуршет для всех гостей и увлекательная викторина, в ходе которой гости смогли не только проверить свои знания, но и услышать интересные факты из истории создания фильма. Один из крупнейших городов Римской империи «Помпея» с его величинными храмами, аренами и банами был воссоздан благодаря грандиозному декорациям. Большая часть того, что вы увидите в фильме, это декорации. Это не компьютерная графика, и на это прошу обратить особое внимание, потому что в последнее время создатели фильмов все больше выделяют внимание компьютерной графики, и все меньше реально декораций. Помимо вкусных угощений и увлекательной информации, все приглашенные смогли насладиться необычной постановкой команды с интригующим названием «Ничего лишнего». Пожалуй, именно с этого выступления и началось погружение зрителей в атмосферу тех времен, когда настоящие мужчины сражались за жизнь и любовь, не страшась смерти. Так что в зал кинотеатра «Пять звезд» все приглашенные отправились подготовленные к восприятию настоящей эпической картины. «Помпея» – фильм об одной из самых страшных природных катастроф древнего мира и, пожалуй, об одной из самых красивых историй любви. Формат 3D добавляет реалистичности происходящему, а сцены сражения и разрушения заставляют сильнее вжиматься в кресло. В общем, эмоции переполняли. Фильм мне понравился, он очень атмосферный, очень зрелищный и стоит смотреть, чтобы получить впечатление. Мне фильм безумно понравился, вот я немного так всплакнула в конце. Ну просто шикарный фильм, спасибо большое «Пять звезд», мы всегда вас посещаем, я всегда участвую в конкурсах, спасибо вам большое. Положительные эмоции, полный восторг. Со мной был вот ребенок, сын, вот у него лучше спросите. Скажите, как понравился фильм? Очень. Потому что там все было очень эффектно и все было влево. Масшедший фильм, классный. Мне очень понравилось. Да, мы бы хотели так умереть. «Помпея» по-настоящему красивый фильм, оставляющий яркое впечатление. А кинотеатр «Пять звезд» – пожалуй, именно то место, где действительно приятно знакомиться с киноновинками. Но еще один вариант приятного провести время – это посетить выставку, которая открылась в научно-методическом центре народного творчества. Эта выставка посвящена замечательно известной рязанской художнице Елене Колодкиной. На ней вы сможете познакомиться с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Образцы вышивки, кружево и ткачество, работа из бисера, куклы и даже вышитые иконы – все это результат трудов мастериц, которые получили в дар перо волшебной птицы. Над Русью пролетало 30 птиц. Это были не простые птицы, это были волшебные птицы. И пролетая над Русью, они теряли свои перья, и девушки, находившие эти перья, становились обладательницей уникального дара, который был наполнен этим волшебным светом. Эти девушки становились великолепными ткачихами, кружевницами, вышивальщицами. Эту невероятно красивую историю своим ученицам рассказывала рязанская художница Елена Колодкина. Именно ей посвящена эта выставка, которую два года назад, когда она проходила впервые, решили так и назвать – перо волшебной птицы. К сожалению, Елена Валентиновна рано ушла из жизни, но память о ней живет в работах ее многочисленных учеников. Она занималась не только вышитыми орнаментами, она также занималась и костюмом, и куклой. Поэтому ее произведения, они достаточно такие вот разноплановые, масштабные, очень интересные, разнообразные и наполненные традицией рязанской вышивки, рязанского костюма. Поэтому, ну, хочется, чтобы об этом знало как можно больше у людей, хочется, чтобы ее помнили. Ну, судя по тому, сколько было людей на открытии, так оно и есть. Вот люди помнят, люди знают, люди любят ее, потому что она была не только замечательным художником, но прежде всего она была необыкновенным светлым человеком. Екатерина счастлива, что ей довелось учиться у такой талантливой художницы. Сегодня же она сама преподает декоративно-прикладное искусство, и на этой выставке мы можем видеть в том числе работы ее учениц. Мы попытались с ней сделать реконструкцию женского праздничного сапожковского головного убора. Эта работа длилась достаточно долго, более года. Мы сначала изучали экспонаты в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, делали зарисовки, замеры, фотографировали. В общем, была достаточно такая кропотливая работа. А потом мы уже, используя эти материалы, попытались восстановить технологию изготовления. Золотное шитье, вот здесь у нас представлено, немного жемчуга. В общем, это реконструкция, то есть попытка восстановления той технологии, которой пользовались наши мастерицы в конце 19-го, начале 20-го века. Всего же в экспозиции приняли участие более 100 авторов из Рязани и области, которые представили около 270 экспонатов. Конечно, особое место на выставке занимают работы мастерской Елены Колодкиной. Это куклы, каждая из которых представляет традиционный костюм различных рязанских губерний. Выставка «Перо волшебной птицы» продлится до 31 марта. Организаторы надеются, что данная экспозиция вызовет живой интерес рязанцев и гостей нашего города и оставит в их душах неизгладимые впечатления. Кстати, зачастую авторами выставок становятся не только художники, рукодельницы, но и коллекционеры. О выставках на сегодня, наверное, достаточно, поэтому просто предлагаю рассказать об одной интересной коллекции. Кошки с древности пользовались особым почетом в самых разных странах. И не случайно. Грация, изящная внешность и повадки, независимый характер – все это внушает особый трепет перед этими существами. Мне нравятся эстетические виды кошки. Мне нравятся сами животные. Мне нравится их характер. Они такие разные. Вот у нас постоянно живут дом коты. Наверное, в том году у нас впервые появились дом кошки. До этого всегда были коты. И коты очень меня любят. Ольга Мелешкова коллекционирует кошек с 1997 года. Тогда была первая годовщина ее свадьбы. Мы были студенты. Денег у нас не было совершенно. Я зашла в магазин и увидела вот этого маленького котика. Он стоил какие-то копейки. Я вспомнила, что в славянской мифологии был бог, который охранял семью. И изображался он в виде кота с золотой шерстью. И я подумала, что это самый подходящий подарок по карману. Вот и по смыслу. И, в общем-то, с него началась коллекция. Через некоторое время Ольга попала в Пощупово, где возле святого источника продавались сувениры. Пощуповские игрушки. Девушка сидела, у нее вот такие вот все игрушки были в одной стороне. А вот этот вот кот помойного цвета, как она сказала, он сидел совершенно в другой стороне. Вот. И я, конечно, он мне понравился. Вот. Я спросила, сколько он стоит. Она сказала, все равно никто его не берет. Забирайте его просто так. С тех пор и началась коллекция. Теперь она пополняется сама собой. У друзей и близких Ольги обычно не возникает вопросов, что подарить. Книжки, игрушки, сувениры, украшения, чашки. Самые разные предметы с изображением кошек или в виде кошек. Теперь нашли свой дом в комнате Ольги. Здесь, в старинном доме в центре Рязани, теперь живут кошки из самых разных уголков света. Здесь выставлены экспонаты, которые привозят мне мои друзья из разных стран мира. Например, вот это одна из моих любимых кошек. Тоже из замечательного места. Называется Этрита-город. И он известен тем, что там на побережье скала в виде ворот, который очень любил писать Мане. Вот прям оттуда привезена эта кошка. Вот эта кошка из Барселоны, из Рима. Несколько кошек с Эльбруса. Вот эти похожие кошки привезены из совершенно разных трех мест. Из Доминиканской республики, из Черногории и из Туниса. Так. Вот эта кошка самая большая. Тоже очень мне нравится. Она привезена прямо из Красной Поляны, где сейчас, как раз, начинается у нас Олимпиада. Вот та львица привезена с горы Килиманджаро. Ну, не было там кошек, только львы. Значит, здесь из Японии кошки. Из Франции, вот эти маленькие с бутылочкой тоже. Много кошек из Непала, потому что у меня близкий друг часто там бывает. Вот он каждый раз привозит мне кошек из Непала. Собирая экспонаты, Ольга, кроме того, интересуется историей мест, откуда к ней прибывают новички. Скажем, вот эта сумка приехала из немецкого города Майны. Город Майнс чем известен? Тем, что там есть собор, в котором витражи делал Шагал. То есть Шагал, еврей, был против Германии после войны, ни разу там не был, долгое очень время. Его упрашивали с различными выставками приезжать, что-то делать. И вот это был такой акт прощения Германии, когда Шагал согласился сделать эти витражи. Они такого пронзительного синего цвета. Вот прямо из этого города привезена, например, эта сумка. А эту кошку нашли друзья Ольги в Подмосковье, в разрушенном доме. У них не возникло сомнений. Кота забрали с подоконника заброшенного жилья и отвезли в Рязань. Вот так экспонаты сами находят свою хозяйку. Живые кошки, кстати, тоже очень любят Ольгу. И эта любовь взаимна. Ну и напоследок, хорошие новости от журнала Телесемь. Любимое издание продолжает нас радовать. Что же они придумали на этот раз? Узнаем в нашем следующем материале. На вопрос, что почитать этой весной, с легкостью отвечает наш любимый журнал Телесемь. На этот раз он представляет новую коллекцию книг, серию мировых бестселлеров, романтическая комедия. С кем-то из героев этих книг читательницам только предстоит познакомиться. Ну а с другими они, скорее всего, уже встречались в кинематографе. Многие рязанки не обязательно читают с удовольствием женские романы, но они очень любят смотреть кино. Есть у них два таких достаточно знаменитых и любимых актера голливудских, ну английских, Хью Грант и Колин Фёрд. Так вот, они вместе с Эрнезой Лвеггер играли в таком культовом фильме «Дневник Бриджит Джонс». И вот именно этот фильм был снят по книге, которая входит в эту романтическую коллекцию, и написала эту книгу писательница Хелен Филдинг. Кроме книг Хелен Филдинг, в коллекцию «Романтическая комедия» вошли произведения Изабель Вульф, Крис Манби, Белинда Джонс и других известных писательниц. Их героини попадают в нелепые комичные ситуации, порой влюбляются не в тех парней, но, как и все, хотят счастья. Эти книги легко и приятно читать. Они написаны с юмором. Можно сказать, что они написаны о нас, о городских жительницах, таких смешных, где-то ироничных, умных, веселых. В общем, хочется пожелать, чтобы вы получили самые приятные эмоции, читая романы, которые покорили мир. Новый роман появляется в продаже в киосках печатной прессы. Каждую неделю стоит всего 99 рублей. Кроме того, журнал «Телесемь» продолжает выпускать серию «Жизнь прекрасна». В ней собраны полезные советы самой очаровательной половине человечества. От плетения модных коз и лифтинг в гимнастике до создания украшений из полимерной глины. Так что этой весной вам точно не придется скучать. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость. Помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46-49-30. Новости. 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 Редактор субтитров А.Семкин